И смотрите, можно применить, допустим, я не могу выйти замуж, давайте вот это вот применим к этой ситуации. Я не могу выйти замуж. Выполняй все правила жизни девушки незамужней. Какие правила? Служить родственникам, заботиться о родителях, всем простить, всех прощать. Заботиться о всех живых существах, учиться вырабатывать себе женскую природу. Не помышлять даже о том, чтобы меня быстрее взяли замуж, потому что это мешает действию судьбы, правильному, течению событий. Не помышлять даже об этом. Не строить глазки всем парням, потому что мы не знаем, кто именно должен быть моим мужем, женщина не знает. Если она строит глазки, она вмешивается в судьбу. Таким образом портит себе жизнь. Такие правила поведения девушки, которая не замужем. Видите, вы содрогнулись, девушки, все содрогнулись, когда услышали от меня эти правила. Почему? Потому что принять даже этот уровень судьбы тяжело. Практически невыносимо современным людям, поэтому мы всегда выходим замуж не так, как надо. Есть одна девушка, она работает со мной. Она хорошо вышла замуж за хорошего человека очень. Я ее спросил, как тебе удалось вот такого парня за него выйти замуж? И она говорит, я вот все, что вы говорили, слушала, скрипела зубами и так поступала. Никого... Ну так я видел, она никого не смотрела, ходила такая, всегда очень погруженная, чтобы служить всем. Заботиться не то, что она не улыбалась. Она улыбалась, но она не строила никому глазки. Понимаете, есть разные улыбки у женщин. Улыбки строить глазки означает соблазнять, то есть привлекать к себе внимание. А можно улыбаться, служить улыбкой. Поделись улыбкою своей, и она еще не раз к тебе вернется. Ну то есть есть разные улыбки. И она вот улыбалась только той улыбкой, старалась, которая делает девушку благочестивой внешне. Она становится привлекательной от таких улыбок, которые чистые, светлые улыбки, да? И такой улыбкой привлекся чистый, светлый человек, потому что похотливые парни привлекаются похотливыми улыбками женщин, а чистые, светлые, чистыми, светлыми улыбками. Каждому свое, понимаете? Для каждого Бог создал свое. Видите, то есть первый этап. Даже просто этого достаточно, чтобы просто выйти замуж. Я уж не говорю о том, чтобы достичь совершенства жизни. Женщине достаточно просто вести себя правильно в жизни, что далеко не просто. Для этого нужно, естественно, молитву, силу какую-то внутреннюю культивировать, потому что хочется же вести себя все наоборот. Хочется думать о себе постоянно. Я такая несчастная. Хочется всем парням улыбаться. Хочется с ними гулять. Хочется маму не слушать. Что она говорит? Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постречалась с Колюшкой на свое я Голюшко. Ах, мамочка, зачем? Да? Ну, то есть хочется вот так жить, и получается все наоборот. Не так, как надо. Но есть же и более развитые вещи, да? Ведь может женщина настолько быть возвышенной, что она начнет давать, дарить счастье своим присутствием, исцелять своим присутствием людей, да? И тогда она уже еще более возвышенную жизнь получит, да? А может быть еще и больше. Она может, как Ванга, стать пророчицей. А может еще выше быть, она может вообще просто понимать этот мир, как он устроен, и давать уже стать наставницей для всех, как мать Тереза. Видите? Ну, это уже семейная жизнь до свидания на этих уровнях. Это уже женщина достигает уровня выше семейной жизни. Она развилась выше, чем просто быть женой. Она становится матерью для всех. Потому что у женщины есть три уровня развития. Девушка может быть ученицей. Она должна учиться жизни до замужества. Она может быть соблазнительницей в семейной жизни, давать красоту, дарить красоту близким людям. И она может быть выше этого и стать матерью для всех. И веды говорят, надо очень много быть ученицей, очень мало быть в жизни соблазнительницей, очень много матерью, и тогда общество достигнет счастья. Смотрите, женщины, вы можете сделать общество, сделать счастливыми. Очень много ученицей, очень много учиться, как правильно жить женщине. Дальше. Очень мало быть любовницей, только с мужем, больше ни с кем. Ну, а сколько мы с мужем можем в день видаться? Максимум 25 минут, да? Ну, сколько вот мы реально отношения с мужем, вот сколько там отношений в день? Ну, 20, ну, час некоторые могут пообщаться с мужем в день. Это уже роскошь. На лекции 3 часа даже можно вместе посидеть, поулыбаться. И очень много матерью. Матерью означает старший, чтобы учить людей жить. Видите, какой элемент выпадает из общества? Элемент, который разрушает жизнь семьи. Потому что жизнь семьи разрушает вот это вот желание наслаждать людей, как соблазнительница. И вот эта вся реклама, которую мы сейчас видим, она же использует именно эту женскую энергию. Как определить, что я приехал в более благочестивую и счастливую страну? Там будет больше рекламы девушек, как учениц, таких вот скромных, смиренных, и больше рекламы женщин, как матерей. И меньше вот этих вот всех. Это означает, что там больше счастья в этой стране. Потому что там, где больше идет акцент на красоту женской соблазнительной энергии, в этих странах больше разводов, больше разрухи и больше страданий. Понятно, да? Потому что есть три типа женской энергии. Энергия смирения или ученичество имеет женскую природу, и она приносит в общество смирение и послушание. Сила послушания проникает в общество. Энергия любви, она должна быть обязательно, но она должна быть скрыта от глаз. Эта женщина должна делать так, чтобы никто не видел любви к близким. Да? Она культивирует личных отношений. И энергия материнства, она должна быть опять для всех. И она дарит людям знания, как жить правильно, потому что в женщине заложено это знание от природы. Вы видите, женщина, она имеет склонность к правильному. Допустим, я склонен на лекциях какие-то слова, фигулечки там, говорят, всякие, паразиты. И женщины чувствуют это неправильно. Особенно моя жена это чувствует. Если бы она на лекции сидела, она бы сразу так начала мне подсказывать, что так нельзя говорить. Но я не чувствую иногда. Это означает, что женская вот эта природа учить, быть матерью. Она очень сильна в любой женщине от природы, и она дарит настоящее счастье. Она даёт возможность мужчине не выходить из рамок, которые разрушат его жизнь. Женщина так помогает мужу. Часто мужчина думает, что она его пилит просто. Почему? Потому что он не хочет слушать. Нет желания слушать сердце жены. Какие-то есть вопросы? У меня есть. Да? А женщина... А я подумал, вы сейчас про Франциска спросите меня. Нет, я сейчас спрашиваю. Я спрашиваю, что женщина, которая живёт правильной жизнью, её мужчина никогда не просит. Правильной жизнью это что значит? Правильной жизнью что значит? Правильной жизнью живёт женщине. Что значит жить правильной жизнью? Да. Женщине. Я так счастлив за ваш вопрос. Спасибо. Потому что большинство женщин считает, что они знают уже, как жить правильной жизнью. Ваш вопрос указывает на то, что вы разумный человек. Понимаете? Потому что разумный человек всегда спрашивает, а правильно ли я живу. Даже если он живет правильно, вот прямо, и бывают люди очень возвышенные, в монастырях там живут очень правильно, но у них все равно есть наставник, они спрашивают, как еще правильнее жить. И они так не задают вопрос, я такой правильный, как еще правильнее быть? Нет, они говорят, я неправильный, скажи мне, как правильнее. Раз вы спросили, как жить правильнее женщине, это уже означает, что вы правильная. Нет, я не так спросила, я... Тихо, тихо, спокойно, я понимаю, что вы не согласны со мной. Но я сейчас утверждаю, что это означает, что вы уже правильные, потому что неправильные женщины таких вопросов не задают. Они считают, что они уже знают, что они правильно живут. Но они пришли на лекцию для того, чтобы узнать, как правильно жить мужу. Это неразумные женщины. Разумные женщины знают, что так как они сами неправильно живут, поэтому и муж не может измениться. Видите, сразу все серьезными стали женщины. У нас серьезный разговор пошел, да? Я ответил на ваш вопрос. Как женщине жить правильно. Видите, уже ответ прозвучал. Я как-то сейчас пытаюсь это все дать. А все остальное – это целая жизнь. Это много, много всего. Первое, что нужно знать, что есть женская природа. Она имеет силу в подчинении. Мужчина тоже силу в подчинении имеет, но он предназначен для жизни в открытиях. Женщина не предназначена для жизни в открытиях. Она предназначена для жизни в той сфере, где уже все понятно. Женщина должна прилагать усилия к изучению того, что уже есть. Но мужчина должен не просто понять, что есть, а понять, как это использовать в будущем. То есть он в сфере недоступной для понимания сегодняшнего должен жить. Мужчина должен свою судьбу направлять туда, где неизвестно. А женщина, она очень сильна в той сфере, где известно. Это один из ответов. Просто жить так, как по природе женщине. Потому что некоторые женщины, они занимаются не тем, что женщине положено делать. Например, другой ответ. Женщина может работать, но она должна работать в сфере, в которой она приносит обществу счастье. Это сфера социальной деятельности. Допустим, кем угодно. Она может там нянчиться с детьми, допустим, заботиться о стариках, какие-то социальные программы развивать в обществе и так далее. Понимаете? Она не должна вот чисто бизнесом заниматься. Она должна быть направлять на счастье общества, свою силу. Потому что женщина в очень близких отношениях рождена, и она должна близкие отношения людям давать. А для женщины общество — это более развитое понимание своей жизни, социальная среда. Она станет счастливой, если она заботится обо всех, согласна своей природе. Это другое понимание, как жить женщине. И таких пониманий очень много. Но пока женщина не поймет, что она живет неправильно, и что она не понимает, как правильно жить, она не сможет развиваться вообще. Потому что у женщины, у любой, есть одна особенность. Так как она очень красивая, и Бог ей дал совершенный характер, совершенную речь, совершенные отношения. Поэтому она чувствует, что она-то все как раз правильно делает, в отличие. Вот это чувство, что я все правильно делаю, является признаком женской тупости. Простите за выражение. Вот это и есть капкан, который разрушает женскую жизнь. Поэтому есть предписания для женщин такие, чтобы они учились считать, что я могу ошибаться. И спрашивать советы у мужа там и так далее. У женщины есть эта склонность советоваться. Но только если она встала на эту платформу, что я могу не понимать, как правильно. Потому что женщина, например, чутко считает, что я точно понимаю, как мужу надо со мной себя вести. Но как раз этой позицией является разрушающей семью. Что женщина не должна в этой позиции находиться. Я знаю, как мужу себя надо вести. Она должна думать, я должна больше беспокоиться о том, как мне надо себя вести, а не как мужу. И тогда она сохраняет семью уже. Видите, как непросто, да? Но вот эта вот смена позиций, мы говорили, это означает молитва. Потому что женский эгоизм эксплуатирует мужскую природу. Женщина направляет свои силы, как рычагами пытается подчинить себе мужчину. Эта эксплуатация приводит к страданиям. А она должна дарить счастье, переключиться на дарение счастья. И тогда мужчина сам начинает вести себя правильно со временем. А если он ведет себя неправильно, значит Бог проверяет меня. Я терплю. И получаю знания в результате. Терплю и получаю просветление в своей жизни. Видите, иногда он правильно будет себя близкий человек вести, а иногда неправильно. Но если я правильно себя веду в ответ, не сражаюсь с ним, а просто пытаюсь как-то чуть подальше держаться, чтобы сохранить спокойствие. Но при этом дарю ему любовь. И если любви достаточной я подарила, начинаю воспитывать, как правильно себя вести уже, давать ему знания уже дальше. Тогда я веду себя правильно. Это сложно. Для каждой женщины то, что я сказал, даже первый шаг. Просто не считать себя очень умной в отношениях с мужчиной. Женщина не считает себя очень умной в отношениях вообще с людьми. Но с мужем, со своим, она сразу становится очень умной. Тут же. Или с детьми. Вот не считать себя очень умной с детьми означает вырастить разумных детей. Не считать себя очень умной с мужем означает сделать мужа ответственным человеком. Но это не значит, что такая женщина, она глупая, как бы. Это не самовнушение. Женщина может быть очень умной, но если она не считает себя умной, то она становится еще умнее. Все. Вот такая система. Это не самовнушение, что я дура, я дура, я дура, ничего не знаю. Нет, не надо думать, что я дура. Надо знать, что я знаю, но скорее всего есть больше что-то моего знания. Я хочу в этом разобраться, и поэтому я занимаюсь смиренную позицию. И хочу разобраться. Подхожу к мужу, говорю, а ты как считаешь? Я уже знаю для себя ответ. Надо себя заставить послушать его мнение, несовершенное мнение мужа, который... Ну вообще ничего не разбирается в семье. Ну послушать хотя бы его несовершенное мнение. Мужчины кивают, головой им нравится, что я говорю. Потому что мужчине только дай волю. И он свое несовершенное мнение на полчаса зазарядит, а может быть и на два. Поэтому женщины часто и не слушают мужчин, потому что мужчина, если его начать слушать, вообще обнаглеет. И будет такую демагогию катать, что только уши будут закручиваться. Так, женщины? Вот видите, как у нас тяжело. С разумом-то, да? У обоих, и у тех, и у других. С разумом сложно. В чем мужской разум проявляется? А в том, чтобы не грузить женщину философией. Женщине не нужна философия совсем. Ей нужна любовь. Она все и так поймет, если ее любить. Но если мужчина начинает ей рассказывать, как надо жить правильно, то он просто ее мучает. И все. Он ничего ей не дает. Ни себе, ни ей ничего не дает. А вот просто терпеть спокойно жену. Давать ей любовь. И иногда подсказывать, когда она сама поняла уже, что неправильно что-то происходит. Например, она напокупала платьев и говорит, что-то мы, наверное, много платьев напокупали. И не надо ей сразу, ура, я тебе говорил. Нет, не надо этого. Надо просто подойти к ней и сказать, ничего, мы с тобой научимся меньше покупать со временем. Когда мы будем менее жадными. Видите, он не про нее сказал, а про нас. Кстати, она начнет понимать, так это же я более жадная, на самом деле. А муж, что у меня нормальный, я же его мучила с этим платьем. Какие-то вопросы есть по теме, да? Когда вы говорили про ипостаси женщины, вы говорили про то... А, я говорил про Святого Франциска. У вас есть вопросы, да? А? А вы как-то прошли, терпел или нет? Было, как там было, я не знаю, как там было, но понимаете, там была такая ситуация, что они осенью шли, и был жуткий просто ветер, дождь со снегом. Жуткая ситуация совершенно. И он настраивал, учил своего ученика, как надо к жизни относиться. Это удивительно просто. Я думаю, что Святой Франциск 100% бы выдержал эту ситуацию, потому что он ее уже в своем сердце видел. Скорее всего, Господь их пустил. Ну, если человек сдал на ходу экзамен, зачем ему нужно дальше мучить его? Я думаю, что, скорее всего, нет, не было этой ситуации. Спасибо за ваш вопрос. Да? Самый интересный концепт истории. Вот-вот, давайте расскажите нам, что-то. В Товарице, когда, в следующий раз, когда мы встречаемся туда, будет приобрать, возьмет палку сучьей, и будет бить нас этими сучьями и ранить. Потом он бросит нас грязь. И мы, когда с тобой, ну, вопротив дверь встанем, он закроет дверь, и вот тогда мы не будем уже на него тоже обижаться, да. В конце он говорит, совершенная радость, потому что все, что до этого я тебе говорил, это просто дар Бога, да. Но когда мы детки, это уже душа есть. Соответственно, все, что до этого, это не совершенная радость, это просто нам дарит. А вот то, что мы детки, да, вот в этом есть там, потому что это то, что мы делаем. Спасибо вам большое. Все слышали, да? Спасибо, супер. Это очень. Видите, Лев Толстой обращался к разным людям. Не знаю, специально это или не специально, но там были также просто люди, писатели, художники, разные теоретики искусства, психологи. Вот Джон Рескин или Рескин или Раскин, так его по-разному называют. Он в 1819 году родился, был тоже вот таким деятелем, который защищал природу. Он тоже про радость что-то говорил, уже со своей платформы, не такой вот возвышенной, как, допустим, Святой Франциск. «Однако мы знаем или можем знать, если захотим, а именно, что сердце и совесть человека божественны. Если захотим». Почему он говорит «сердце» или «совесть»? В Ведах это объясняется, что душа находится в городе тела. Душа, то есть я душа, я нахожусь в городе тела. И этот город мне не принадлежит. Допустим, я могу сказать, я руку поднимаю, а я всегда могу поднимать руку? Всегда могу поднимать руку или нет? Может так случиться, что ее парализуют, и я тогда ее вообще не подниму. Тогда возникает вопрос, а почему я, если всегда могу поднимать руку, почему я вдруг сейчас не поднимаю? В чем причина? Или я иногда сильнее становлюсь, иногда слабее в жизни. В чем причина? В том, что телом управляю не я. Вот женщина всегда красивая? Нет. Иногда она красивее, иногда менее красивая. Она не управляет своей красотой, но она ее имеет от кого-то. Видите? И однако, если мы знаем или можем знать, если захотим, вот об этом речь, но надо захотеть, понимаете? Потому что вопрос заключается в том, а кто же там находится внутри еще, кроме меня? И веды говорят, что там есть представительство Бога, там есть божественная сила, там есть вот эта энергия совести или правды, или истины, или энергия счастья, или энергия удачи, энергия знания, как хотите называйте, или личность, которая это все дает оттуда, вторая личность, или вторая душа. Веды говорят сверхдуша. Или парам атма. Атма означает душа на санскрите. Парам атма означает высшая душа. Парам слово означает высшая. Парам атма. Там есть тоже в теле. В Кадха-Упанишат, в Священном Писании Ведическом, говорится, что есть две личности, сидящие на городе, на дереве тела, сравнивается с деревом. Есть душа, которая смотрит на этот мир и ждет счастья от него. И она видит плоды своей деятельности, своей жизни. Мы видим перед собой в своей судьбе только плоды своих прошлых жизней. И эти плоды внешне кажутся красивыми. И поэтому она привлекается ими. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой и горьких слез. Да? То есть сначала радуга, сначала плоды снаружи, которые мы привлекаемся, мы хотим к счастью от этого мира получить. Вот. Сначала в сладкий вкус от плодов нашей судьбы, потом клюем глубже. Какой вкус получается? Горьких слез. Я всегда на эти радости смотрю. Да? То есть душа так, птица, одна птица душа на дереве тела, она смотрит на эти радости всегда. Никогда на них смотреть не устаю. То есть она всегда хочет дальше на них смотреть, потому что она верит, что когда-нибудь она клюнет плод, который всегда будет давать только сладкий вкус. А на этом дереве тела таких плодов нет. Сначала сладкий всегда, потом какой? Горький. Хочу замуж, сначала сладкий, потом горький. Хочу машину, сначала сладкий, потом горький. Хочу квартиру, сначала сладкий, потом горький. Скажете, а в какой горький-то? В какой горький-то? Какой горький-то? Да, горький заключается в том, что квартира-то, блин, фиговая, маленькая, а мог бы больше заработать и купить. И уже в ней опять так же плохо жить, как в прошлой, потому что она тоже была маленькая и фиговая. И так бесконечно, потому что человек не может остановиться ни на чем в этой жизни. Ему надо дальше клевать. Он не может остановиться на внешнем этом сладком вкусе. Ему надо клевать дальше. Девушка красивая внешне, мы ее целуем, мы ее любим. Дальше надо клевать, потому что человек не может остановиться. А дальше что у нее? Капризы. Плохое настроение у нее там дальше. Или хорошее, но постоянно меняется настроение. Невозможно понять, какое завтра будет. И муж тоже внешне такой классный. А если дальше клюнуть, то он только о себе думает постоянно. Видите, как устроен этот мир? Внутри этого мира эгоизм. И так как внутри этого мира эгоизм, все горький вкус внутри имеет. Все горький вкус. Чтобы мы не получили, заканчивается все горечью. Итак, что же такое совесть или сердце, или истинное знание, или чистота? Это парам атма, птица, которая сидит сзади. И она наблюдает за этой птицей, которая смотрит на этот мир, желая счастья в ней. И когда душа эта отрекается от плодов, она говорит, я буду служить жене, служить всему, что я вижу вокруг. Использовать квартиру для людей, а не для себя. И так далее. Тогда в таком настроении служения она может отвернуться, потому что, когда она хочет использовать, она примагничена к этим плодам и не может увидеть совесть. Не может увидеть совесть. Невозможно. Она почему не может увидеть совесть? Потому что некогда. Вот, допустим, нет работы, денег нет. Что надо делать? Искать работу. И она не может увидеть, что работы нет. Значит, ты не знаешь, как работать и где. А знание-то находится сзади. Отрекись от этих всех поисков. Просто обратись к святости. Просто застынь внутри себя. Остановись. Повернись к сверхдуше, к совести, к чистоте, к знанию. Забудь про свои проблемы. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает не о себе думать, а о других, чтобы была возможность обратиться к совести. Когда человек поворачивается вглубь себя, он должен перед этим остановиться, перестать чего-то хотеть. Скажет, ничего мне не надо. Не ем я шоколад. Все. То есть просто я хочу научиться молиться. То есть он начинает в молитве жить. В молитве в какое-то время молится. Раз. И у него в сердце успокаивается. Почему в сердце во время молитвы спокойствие наступает? Потому что он во время молитвы поворачивается внутрь себя. И что видит перед собой? Счастье. Неземное счастье. Которое находится рядом с ним все время. Сзади. Это сверхдуша. Сразу становится спокойно жить. А дальше после энергии счастья от нее исходит энергия знания. Следующий этап. Сначала энергия счастья. Так вот мне надо что делать в жизни сейчас. После молитвы приходит. А потом после энергии знания что идет? Энергия победы. Что если буду так жить дальше, обращаться к наставнику, который отражает совесть. Кстати. Наставник это зеркало, через которое мы смотрим на совесть. Можно смотреть туда, а можно туда смотреть. И будет отражаться. Или священное писание, которое является языком совести. Если ты хочешь понять, какой язык у совести, читай священное писание. Не для оправдания себя, а для того, чтобы понять, в чем ты не прав. Потому что совесть всегда начинается с того, что мы понимаем, что живем неправильно. Первый этап контакта с совестью. Оп. Я не прав. И потом дальше уже как надо. Как надо. Потому что когда я делаю все правильно, не от себя, а от совести, тогда я понимаю уже заранее, что я буду делать неправильно сам. И поэтому действую под руководством. Такая деятельность называется разумным существованием уже. Некоторые говорят, да это зомби живут под руководством. Зомби это те, которые пользуются руководством своего ума. Потому что ум находится под влиянием судьбы. Судьба говорит, хочу мороженое. Идешь в мороженое. Ах, хочу жену. Хорошо. Ах, хочу рожать быстрее. Пожалуйста, так, вперед. Хочу там квартиру. Понимаете? Ум просто, и он хочет счастья. И откуда счастье пошло, то оттуда идет. А мне все снятся острова. Хорошо, бросаем Москву, едем на острова жить. Это действие судьбы, понимаете? Оно составляет туда-сюда. И мы метаемся. Нам туда-сюда, нам надо. Там хорошо, но мне туда не надо. А мне надо. А мне надо. Ну туда не принимают. Да? Самолет туда не летит. И так действует судьба. Летит, не летит. Но идея в чем заключается? Надо это все остановить. Когда человек это все остановит, с помощью контакта, опять же, со святостью, с тем, кто отражает мою совесть. Я опять начинаю, глядя на святого человека, на возвышенного, я чувствую спокойствие. Потом, когда я начинаю молиться еще больше, потом раз, в какой-то момент знание пришло, что делать. А потом в какой-то момент пришло чувство победы над своей судьбой. Победы. Но для этого надо не один год помолиться уже. Вот эти этапы. Просто мне спокойно стало. Мама мне пишет. Олежка, я спасибо тебе. Я сейчас вот молиться начала. Я спокойно чувствую себя в жизни. Первый этап. Я знаю, Олежка, что жила всю жизнь неправильно, я теперь поняла. Это следующий этап. А следующий этап. Мне даже не интересно то, что я жила неправильно всю жизнь. Мне интересно постоянно делать то, что надо. Обращаться к святости и жить этим путем. Делать правильно уже мне надо. То есть означает, что человек понял местью свою, свой путь внутренний. Он понял, что он побеждает свою судьбу, что он сильнее своей судьбы. Однако мы знаем или можем знать, если захотим, а именно, что сердце и совесть человека божественны. Божественно означает Богу принадлежат, а не мне. Что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Веды говорят, как только человек поворачивается к солнцу лицом. Вот мы искорки, мы летим от солнца и гаснем. Мы летим от солнца куда? К своему счастью. То есть мы не хотим предаться высшему знанию, высшему счастью. Подчинить себя. А всегда там трудно, потому что заповеди всегда говорят, не курь и не пей, там, то-то не делай. И постоянно, а это я хочу делать, и это я хочу. И смотреть на других девушек хочу. А священный писатель говорит, не смотри. Ну что за фигня, вот что, что я хочу, нельзя. Понимаете, вот поэтому и говорят, что делал как надо. Но как надо делать, для этого нужна сила духовная. Мы хотим к материальному тянемся, то есть гаснем, летим от солнца, от Бога. Но когда человек поворачивается, это очень трудно. Нужно быть, аскезу совершить, очень сильно заставить себя. Вот этой женщине, которой сейчас ребенок на операции, надо, я говорю, хочешь, что, может ли вот другую реанимацию перебести? Понимаете, надо остановиться и сказать, и начать молиться просто. Понимаете, молитва, молитва и молитва. И дальше помощь пойдет через сердце от Бога. От Бога к этому ребенку. Если ему суждено выжить, ему врачи уже будут все правильно делать. Телеграммно будут делать все, чтобы он выжил. Понимаете, через мою помощь. Вот так человек должен жить, победить свою судьбу изнутри, а не снаружи. Видите, когда он к солнцу поворачивается, начинает светиться, ярче становится, и он становится воплощенным божеством. Это не значит, что он Бог. Нет. Мы останемся всегда частицами Бога. Мы никогда Богом не будем. Ну скажи, а чего же тогда неинтересно? Наоборот, интересно. Веды говорят, что почему так создана природа? Потому что Бог захотел, чтобы нам было лучше. Сейчас объясню, почему. Потому что, когда маленькая частица имеет отношение с большим, то сколько она любви получает? Много или мало? Сколько от маленькой частички можно любви получить? Мало. А от большого сколько маленькой частички? Много. Кому лучше тогда? Видите? Просто для того, чтобы было нам лучше, для этого надо свое положение правильное в этом мире занять. Когда частичка божественная поворачивается к Богу, она начинает сиять. И поэтому святой человек, мы к нему как к Богу должны относиться, потому что он сияет правильными вещами. Бог с нами не контактирует напрямую. Мы наказаны в этом мире. Мы не видим божественного ничего. Мы видим только гнусное все. Даже в тех, в кого мы верили, вера пропадает со временем. Особенно если почитать в интернет, поискать всякую информацию, тогда вообще никакой веры не останется. Но если мы учимся чистому светлому, учимся этому, то тогда в этом случае мы учимся видеть в людях лучшее. И это ведет нас к Богу. Путь к Богу, он видеть в людях лучшее. А путь в ад — это видеть в людях плохое. А особенно в тех, кто встали на путь к Богу. Это значит все, до свидания, развитие духовное. Есть люди, которые постоянно перемалывают, что там плохого у кого есть. Это сознание мухи. Оно приводит к поражению в судьбе. Не приводит к счастью. Итак, видите, как интересно, что в отрицании зла и признании добра, то есть признание добра означает видеть хорошее в людях, а не плохое. Это и есть признание доброго пути добра. Человек сам является воплощенным божеством, что его радость в любви, его страдания в гневе, его негодование при виде несправедливости, и его слава в самопожертвовании являются вечными, неоспоримыми доказательствами его единства с Верховным Властителем. Что в этом, а не в телесных преимуществах, и не в большем разнообразии и больших проявлений инстинктов, он сам является властелином над более низшим миром. «Поскольку он отрицает или нарушает веление сердца и совести, поскольку он бесчестит имя Небесного Отца, а не светит имя Его на земле, поскольку же он следует им, а не светит имя Его на земле, но если он следует Святому Отцу Своему, светит Его имя, то получает в полной степени от полноты Его власти». Смотрите, здесь говорится, что в чём радость, в чём нерадость, в чём счастье, в чём несчастье. Видите, есть только два пути в этом мире. Один путь — это решать самому свои проблемы, второй путь — по утрам садиться и молиться, и получать знания о том, как решать свои проблемы уже. Ты сам всё равно будешь решать, но с помощью того внутреннего знания, которое приходит через Отца, через того, кто нам даёт это знание, но тайно, мы не можем напрямую получить, потому что у нас нет квалификации на это. Сейчас я затронул одну тему, которая, может быть, кому-то не понравится. Я когда сказал про Отца, сразу трудно стало внутри. Заметили? Сейчас объясню, почему. Когда мы говорим слово «Бог», сразу… Я, допустим, говорю «Пипсикола», «Пипсикола» что-то действует внутри, нет? «Пипсикола» просто, ну «Пипсикола». Говорю «Яблоки» — ничего такого, да? Говорю «Бог» раз у некоторых замыкает. Так, какая вера, что за секта? Видите, сразу замыкает. Почему? Потому что мы в сердце своём появились в этом мире, веды говорят, потому что мы не хотим быть с Богом. Мы разлучены с Ним своим желанием внутренним. Жить не по совести, а своими силами. Жить не аскезами, а наслаждением и так далее. Понимаете, поэтому мы и страдаем здесь, что у нас нет вот этого знания о том, как правильно. Оно появляется в контакте с теми, у кого есть. Тогда вопрос «У кого есть, Олег Геннадьевич?» Хорошо, очень просто понять. У кого больше счастья в жизни, у того и есть. Наблюдайте за людьми. Некоторые люди ходят, делают вид, что они счастливы. У них есть власть, деньги. И кажется, ну вот, Олег Геннадьевич, ну вот всё-таки без денег же нет счастья, ведь согласитесь. Вы же не без штанов здесь сидите, лекции читаете. Я согласен, что нужны деньги для жизни. Это факт. Но я видел людей в своей жизни, которые очень нищие, но они при этом больше счастливы, чем мы. Вот я нуждаюсь в каких-то деньгах, каких-то средствах. Почему? Потому что я не достиг ещё того уровня, даже очень смело сказано, но даже не пытался достигнуть того уровня, в котором бы я был счастлив без денег. Это просто другой уровень сознания. Это не то, что я психопатом становлюсь, и мне не нужны деньги. Это более высокий уровень развития, понимаете? Допустим, вот смотрите, я просто простой пример приведу. Что сильнее, деньги или власть? Власть сильнее, потому что власть даёт деньги, а деньги ещё власти не дают. Ты можешь иметь денег и всего лишиться, потому что дядя придёт и скажет, а сегодня у тебя уже не будет денег, они будут у меня, потому что у него есть власть. Хорошо, а что сильнее, власть или знание? Знание, потому что у человека есть власть, ему приходит человек, говорит, вот если будешь так себя вести, потеряешь власть. Он говорит, пошёл вон. Ну, хорошо, нет проблем, но он потерял. Почему? Потому что не вёл себя правильно. Без знания власти уже тю-тю, да? Знание выше. А что выше, знание или святость? Святость, потому что, когда ты имеешь знание, ты его имеешь от чего? От изучения, да? Когда ты имеешь святость, то тебе не надо изучать, потому что Бог сам тебе рассказывает в сердце, как тебе надо жить. Понимаете, то есть есть разные уровни могущества в этом мире. И веды говорят, зачем обращаться к тому уровню, который ниже заведомо. Если у человека есть знания, ему не надо беспокоиться о деньгах. Деньги, само собой, будут столько в его жизни, сколько надо. Потому что часто люди даже получают больше денег, чем положено, а от этого ещё хуже их жизнь. Настоящее проклятие в жизни человека происходит, когда ему Бог больше денег даёт, чем положено. Тогда вот у него крыша съезжает конкретно уже, да? Почему такое происходит? Потому что сильно хотел. Понимаете, есть очень сильные люди в этом мире. Если сильный человек захочет денег по-настоящему, то деньги будут. Понимаете, сам захотел, сам получил. Нет проблем. Потом вопрос, что ты с ними будешь делать. Потому что веды говорят, сколько у тебя денег, столько у тебя ответственности. Если ты для себя использовал эти деньги, значит жизнь твоя превратится просто в болото. Чем больше человек для себя использует деньги, тем больше зависти возникает по отношению к нему. И это никак нельзя изменить. Понимаете? Потому что всегда деньги, направленные не в ту сторону, раздают зло, которое направлено потом по отношению к тебе. Вот смотрите, допустим, я строю себе большой дом. Что это вызывает? Зависть. Строй себе среди таких же. Хорошо. Нет зависти. То есть я строю большой дом. Вот вы очень разумно смотрите. Я строю большой дом среди больших акул. Ага, строй поменьше, чем у больших акул. Будь маленькой рыбкой, да? Реально с большими акулами. Будь большой рыбкой среди больших акул, но в маленьком домике. Ну тогда как они поймут, эти большие акулы, что ты... А вдруг они тебя начнут кусать нечаянно? Они подумают, так это небольшая рыбка, маленькая, у нее меньше домик. И так тебя оп! И откусили тебе плавничок. Так лучше пускай маленькие рыбки злятся, чем большая акула просто проедет мимо и откусит пол дома. Согласны? Видите, не так, не так не спасешься. Что делать? Спасибо за супер вопрос. Если бы сейчас у всех в нашей стране возникло, сейчас вообще тут такое было бы счастье на русской земле. А вот очень просто же все говорится, что очень просто, что деньги нужны для того, чтобы сделать больше счастья в этой жизни. Но для этого нужно делать добрые дела. Некоторые скажут, ну Олег Геннадьевич тогда, ну ты что думаешь, что сейчас я всем деньги раздам, это будет доброе дело? Нет, не факт. Ты имей эти деньги, пускай они будут у тебя, но принеси счастье тем, кто у тебя работает. Олег Геннадьевич, ты что думаешь, если им больше зарплаты будем давать, они успокоятся? Нет, не успокоятся. Но ты их содержи, давай им такую зарплату, которую им надо давать, но ты им давай больше знания духовного. И тогда они у тебя будут счастливы работать, создать атмосферу любви в своем коллективе. И возьми просто эти деньги в образовании детей пусти, чтобы дети учились у таких людей, которые могут их научить нужным вещам. Пусти эти деньги в том, чтобы старики не проклинали это общество, потому что проклятие есть в этом мире, и они идут от тех, кто имеет право проклинать. Кто имеет право проклинать? Бездомные дети имеют право проклинать. Имеют право проклинать женщины, которых бросили. Имеют право проклинать старики, которые остались без приюта. И кого они проклинают? Нашу жизнь, наше общество, в котором мы живем. И мы проклятыми становимся, понимаете? Проклятыми. Чтобы мы не были проклятыми, поэтому есть предписание. Заботиться обо всех людях, которые нуждаются в заботе. И тогда в обществе мир наступает, спокойствие, нет проклятия. Это богатые люди должны делать. И тогда что они получают взамен? Они получают уважение всех. Уважение. Спокойствие в сердце, им хорошо жить становится. А вы скажете, а все ведь по-другому живут. А эти все, которые по-другому живут, тоже будут вас уважать за это. Тоже будут уважать. И большие рубки не будут вас кусать. Потому что кусают всегда за что-то. Никогда не кусают просто так. Если человек честно живет в этом мире, у него есть суверенитет, понимаете? То есть у него есть сила, которая его защищает. Но при этом не надо гордиться этой силой. Потому что эта сила, когда ты гордишься, сразу же тебя заклюют. Просто скромно живи и говори, да, просто мне так нравится все. Я не против власти чьей-то, не против. Я просто хочу вот так жить и все. Я не стремлюсь завоевать популярность людей там. Просто хочу доброе что-то приносить. Потому что когда более развитый человек гордится собой, то это вообще вилы. Это разрушает людей еще больше, чем гордится собой простой человек какой-то. Простой человек разбогател, он гордится этим. Но это не так страшно. Если человек знает, как правильно жить, и использует деньги правильно, и гордым от этого становится. И начинает на всех выступать, говорит, у нас плохая страна, смотрите, я могу лучше показать, как надо жить. Вот это уже тогда вилы. Воистину украшает человека скромность, а не его попытки разрушить то, что есть. То, что есть, это создано трудом большим людей. Вот такая у нас страна, она у нас такая, она у нас есть. Если мы сейчас будем ее разрушать, что уже была попытка сделать, смотрите, как много времени понадобилось, чтобы восстанавливать. Это же страшно. Поэтому пусть что есть, то есть. Каждый должен делать то, что он сам может для этой земли сделать. Это мысль Льва Толстого, не моя мысль. Он говорил, какой путь надо выбрать. Не революции путь, а изменение своего сердца. Он об этом говорил тогда еще, когда это было актуально. Те годы. И так, Джон Резкин. Видите, удивительная личность. По его высказаниям мы можем об этом узнать. Теперь буддийская мудрость. Видите, с разных сторон. У Льва Толстого много спекторов. Мы говорим о счастье сейчас, о жизни, о счастье совершенном. Видите, мы коснулись совести, что без совести нет счастья совершенного. Мы коснулись более высокого понимания этих вещей с позиции самого возвышенного слоя общества. Это священники, святые люди. И мы движемся дальше. Вот сейчас с позиции священных писаний. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Можно поспорить, да? Смотрите, интересно, веды объясняют, что судьба человека находится внутри структуры определенной психической, которая называется линго-шарира или тонкое тело, или психическое тело человека. Уже все почти ученые знают, что есть психическое тело. Но мало кто знает, что там есть свои каналы психические внутри этого психического тела, что оно работает под своим законом, анатомией есть, движение энергии по этим каналам и так далее. Целая наука, которая человечеству уже подходит к этой науке вплотную. Потому что многие люди по-разному это начинают объяснять, что есть там лептонное тело какое-то у человека, есть каузальное там и так далее. Ну то есть все тонкое тело описывают в разные источники по-разному. Ментальное тело там и так далее. Внутри тонкого тела находится душа. То есть я, душа это я. И что я делаю внутри тонкого тела? Вед говорит, как в машине я живу там. Я смотрю на этот мир через глаза. Да? Но глаза принадлежат грубому телу, а само зрение, чувство зрения, это тонкая вещь. Она не умирает со смертью тела. Грубое тело умирает, тонкое тело, вся психика человека остается невредимой. Она не умирает, веды говорят. Тонкое тело не умирает. И это можно видеть, опять же, глазами тонкого тела. Веды говорят, используй свою психику как прибор для изучения того, что происходит вокруг. Если ты сам не обижаешься ни на кого, ты сможешь увидеть обиду. Если ты сам не врешь, ты сможешь увидеть ложь. Если ты сам бескорыстен, ты сможешь увидеть корысть. Если ты сам сосредоточен, ты сможешь увидеть, кто менее сосредоточен, Если ты более духовен, можешь увидеть тот, кто менее духовен. Таким образом можно использовать тонкое тело для того, чтобы изучать этот мир. Если ты не привязан к событиям своей судьбы, значит ты увидишь события своей судьбы. То есть ты считаешь, что может так произойти, это хорошо, и может так произойти, это хорошо. Как только ты так начал считать, тебе откроется знание о том, как будет на самом деле. Это 100%. Для всех всегда так работает. То есть тонкое тело можно использовать как инструмент для изучения этого мира. Мы сейчас что используем как инструмент для изучения этого мира? Мы используем электронную, энергию электричества, микроскопы там и так далее. Мы знаем, что есть волны там и так далее, но мы не знаем, что это все грубая энергия. Даже волны — это грубая энергия, а есть тонкая энергия, которая вне электронов, протонов и волновых этих всех свойств. Она находится, ее изучать можно только с помощью этой же тонкой природы. То есть, а тонкая энергия, она уже только с душой контактирует. Она не грубая, она имеет уже ближе к душе, понимаете? Поэтому она не отделяется. То есть, нельзя выделить просто ментальную энергию человека и сделать из нее микроскоп. Ее можно только использовать с помощью человека самого. И поэтому люди просветленные, кто такие просветленные люди? Это те, которые очистили свое существование правильной жизнью и могли уже сравнивать свое понимание с тем, что происходит вокруг, и видеть истину. Есть разные примеры, как люди могут видеть. Например, один человек описал на Марсе полностью все, как он устроен, на Юпитере. Описал все, как он устроен полностью, как эта планета устроена. Написал, карту показал. И тогда его спросили вот эти ученые, по-моему, в ЦРУ это было. Хорошо, а чем ты докажешь? Если ты, вот как, допустим, люди говорят, я вижу твою прошлую жизнь. Ты в прошлой жизни был там овечкой такой-то там, в таком-то стадии, или был дядей Васей, в таком-то месте жил. Как проверить этого человека? Ну, как проверить? Да, что я делал час назад? Если ты видишь мою прошлую жизнь, скажи, что я делал час назад. И он филигранно описывает, ты сидел в таком-то месте, на таком-то горшке, и у тебя пища выходила оттуда-то, оттуда-то, и столько-то, столько-то, в таком-то количестве. Ты, а-а-а, точно, а я уже сам забыл. Значит, ему можно доверять этому человеку. Он, значит, знаток, да, специалист в этой области. И они, так как это не глупые люди, они спросили, ну, хорошо, мы не можем проверить, что он на Юпитере находится, расскажи нам, что на такой-то военной базе в России происходит. И он начал описывать, что там происходит. А они это могли видеть уже со спутников. И они и подтвердили, что это так. Видите, это определенный вид восприятия мира. Мы не можем его отрицать и говорить, что это шарлатанство. Но это не шарлатанство. Это просто знание труднодоступное. И поэтому им часто пользуются люди, которые хотят себе зарабатывать на этом деньги. А вот это уже шарлатанство. Потому что когда человек... Вижу, вижу алые кровь с деревин. Вижу, вижу дом ее номер один. Вижу, вижу садца скамьей у ворот. Город, где судьба меня ждет. Понимаете, то есть видеть можно же по-разному. Можно видеть то, что тебе хочется видеть. А можно видеть так, как надо. И веды говорят, если человек хочет денег, у него не может быть чистого видения. Поэтому кто может быть действительно предсказывать? Тот, кто не хочет денег. А этим людям неинтересно предсказывать. Поэтому тот, кто видит по-настоящему, труднодоступный человек. С ним трудно установить отношения, потому что он также видит, что ты не имеешь права владеть этой информацией. У тебя это просто любопытство. Ты хочешь полегче жить. И поэтому ты сейчас хочешь предугадывать события для того, чтобы тебе легче было. А судьба не хочет, чтобы тебе легче было. Она хочет, чтобы ты замучился. Для того, чтобы принял ее и обрел знания таким. Сдал свои экзамены. Сдал свои экзамены. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok